Добро пожаловать на канал АМФ Филмс, где для вас звучат жутко интересные пересказы. С вами Марк, и мы начинаем. Зло 99... ВХС 99. Группа подростков проникает на закрытую территорию, где раньше была колония андеграунд. Там выступали скандально известные группы, и сейчас молодые люди собираются хайпануть на том, что будут играть свой концерт. По сути, на могилах музыкантов, снимая всё это на видеокамеру. Ведь в этом месте, куда они пробрались, много лет назад произошёл большой пожар. Большое количество людей погибло в давке, пытаясь пробраться к выходу из подвального помещения. Сейчас же эта территория закрыта, и судя по обстановке, кто-то из бездомных уже облюбовал это место. Анкру всё меньше и меньше нравится их затея, но остальные лишь смеются и подшучивают над ним. Когда компания приходит в комнату, где оборудована сцена, Рэйчел признаётся, что они специально подготовили всё в помещении, чтобы разыграть впечатлительного товарища. Обиженный парень уходит, высказав на прощание друзьям своё мнение по поводу глумления над душами умерших. Но это предостережение не остановило компанию. Уже в следующем кадре они начинают показывать имитацию того, как люди гибнут в давке. Они набили резиновые куклы красными желе и стали топтаться по ним и всячески издеваться. В какой-то момент неведомая сила поднимает Калеба в воздух и разрывает на кусочки. Перепуганный Рэйчел и Рок с криками убегает, но их настигают обезображенные и разгневанные тела той самой погибшей Рок-группы. Они догоняют подростков и разрывают их на куски, а после с упоением пожирает свежую плоть. Первокурсница Лили отправляет видео-сообщение в университетское сестринство. Она уверяет, что хочет попасть именно к ним, поэтому не будет подавать заявки в другие общины. Девушки, увидев сообщение, привозят студентку к гостинному кладбищу и рассказывают легенду о гильтине. Более 20 лет назад молодая и одинокая девушка очень сильно желала попасть именно в их сестринство. Тогда студентки привезли её на кладбище и сказали, что она должна провести ночь в гробу. Гильтина согласилась, но наутро за ней никто не пришёл. Когда спустя неделю могилу раскопали, в гробу никого не было. И вот теперь в университете ходят слухи, что дух гильтины живёт в этих стенах и ищет души, которые можно забрать в подземный мир. Студентки предлагают Лилии пройти их ритуал. Они показывают готовую могилу с гробом, в котором ей предстоит переночевать. Девушки инструктируют бедняжку, что она должна сохранять спокойствие, чтобы ей хватило кислорода на всю ночь. Также они дают ей в руки видеокамеру и коробку, которую следует открыть лишь в минуту сильнейшего отчаяния. В гроб выведена верёвка, потянув за которую, можно позвонить в колокольчик на поверхности, чтобы девушки откопали могилу. Но если Лилия решится всё же позвонить, ей никогда не вступить в их сестринство. Сами студентки в этот момент сидят у могилы и стучат палками по земле, чтобы девушке было страшнее. Сначала всё шло хорошо, но потом страх стал одолевать Лилии, и она же была готова дёрнуть за верёвку, когда вспомнила про коробку. Открыв её, она сразу же ударилась в панику, ведь по ней и по гробу начали расползаться маленькие пауки. На улице тем временем начался настоящий ливень. Девушки из сестринства побежали домой, решив, что вызволят бедняжку сразу же, как только дождь закончится. Спустя несколько часов в гроб стала затекать вода, вгоняя Лилии в дикий ужас. Она стала колотеть в крышку и просить о помощи, и в этот момент гроб проломился, и на неё спрыгнула мерзкая, изуродованная женщина, которая стала хватать бедняжку своими полуразложившимися руками. Наутро, когда студентки вернулись на кладбище, то увидели, что могила заполнена водой. Девушки стали по очереди нырять, чтобы вызволить Лилии, но их ждало удивление, потому что гроб снова был пуст. Прежде чем уйти, Энни велела всем подругам держать язык за зубами и делать вид, что этой ночи никогда не было. Несколько дней спустя, все, кто принимал участие в этом нелепом ритуале посвящения в сестринство, проснулись в гробах. Прежде чем умереть, каждая девушка встретилась изуродованным лицом Лилии, которая благодарила их за знакомство с Гильтиной. На телевидении набирает популярность новое шоу «Подземелье Оззи». В нем участвуют дети со всей страны ради исполнения своего желания. Ведущий программы ведет себя весьма жестоко, не особо обращая внимание на детские травмы. В одном из выпусков он не остановил игру даже в этот момент, когда юная Донна получила открытый перелом ноги и, истекая кровью, умыляла остановить соревнования. Спустя несколько лет мать девочки вместе со своими сыновьями похищает мужчину. После того случая ее дочь прикована к инвалидному креслу, и женщина полна решимости отомстить. Она оборудовала в помещении подобие той самой полосы препятствий и теперь заставляет ведущего ползать по ней. Мужчина весь измазан фекалиями, но женщина неумолима. Один из сыновей надевает на голову шлем, из которого торчат ножи, напоминая рога. Ими он пронзает ведущего, нанося несколько колотых ран. Все происходящее снимает на камеру, не забывая при этом угрожать пленнику колбой с едкой кислотой. Чтобы спасти свою шкуру, мужчина обещает отвезти Донну к Ози, которая способна исполнить любое желание. Добравшись до подземелья, ведущий подкатывает кресло девочки к алтарю, на котором лежит невероятных размеров женщина. Малышка что-то шепчет Ози, и спустя мгновение из ее живота выскакивает существо, которое обливает всех присутствующих кислотой. Всех, кроме Донны. Ведь это было ее желание. Компания подростков везде таскает с собой видеокамеру, пытаясь заснять горячих цыпочек. Ну, сними полотенце. Сними полотенце. Черт, засекли. Дилан приглашает друзей к себе, чтобы похвастаться своей новой соседкой. Сандра недавно переехала в дом напротив, и теперь любимым занятием парней стала наблюдать за ней через окно. Когда младший брат Дилана, Брет, попадает и в их поле зрения, подростки просто не верят своим глазам. Ведь Сандра легко идет с ним на контакт и даже приглашает в дом. Когда он возвращается домой, брат с компанией тут же окружает его, требуя подробностей встречи с соседкой-красоткой. Когда Брет рассказывает, что девушка всего лишь попросила помочь ей установить вебку, парни сразу же придумали гениальный план. Теперь Брету необходимо сделать так, чтобы подростки могли наблюдать за Сандрой через эту самую камеру. Просидев весь вечер перед мониторами, парни не могут нарадоваться своей находчивости. Наконец наступает тот момент, когда ничего не подозревающая девушка начинает раздеваться. Брет, чувствуя себя неловко за свой поступок, уходит из комнаты, а вот остальные смотрят, раскрыв рты. В какой-то момент Сандра сдергивает с головы парик, и молодые люди видят на ее голове десятки змей вместо волос. Она перевозит свой взгляд в сторону соседского дома и уже спустя мгновение оказывается внутри. Перепуганные подростки разбегаются в разные стороны, но обозленная горгона настигает их. Кого-то наживьем разрывает на куски, а кого-то превращает в камень одним взглядом. Последнее, что засняла камера Дилана – жуткие глаза, шевелящиеся волосы и острые клыки некогда милой Сандры. Двое операторов, Трой и Нейт, приезжают к группе женщин, которые собираются переселить дух известного демона в тело добровольца. Девушка, согласившаяся стать сосудом для чужой души, с радостью дает интервью до начала ритуала. Когда все приготовления закончены, женщины начинают. Переведя камеру с объекта на объект, Трой вдруг замечает какое-то существо с устрашающей гримасой. Оно набрасывается на мужчин, и уже спустя мгновение они приходят в себя в каком-то странном месте. Вокруг будто бы песчаные горы, которые озаряют алые вспышки. Также мужчин пугают разбросанные повсюду кровавые останки людей. Им навстречу выходит странного вида девушка. Ее имя – Мейбл Черепогрыгска. Она рассказывает, что мужчины попали в загробный мир, которым властвует демон Укабона. Мейбл вспоминает, что именно его собирались вызвать и женщины, и предлагает Трою отыскать его. Ведь ровно в полночь, когда ритуал начнется, Укабона отправится на землю. А это значит, что они смогут пройти через портал вместе с ним. Мейбл обещает им помочь, если они впишут ее имя в Великую Книгу Ведьм, и мужчины с радостью соглашаются. Она ведет их к пещере демона, путь которой лежит через отвратительные кровавые тоннели, кишащие личинками, паутиной и вонючей слизью. Пробравшись сквозь залы, увешанные человеческими органами, Нейт и Трой наконец-то видят того самого Укабона. Они успевают прорваться к нему за несколько секунд до того, как на земле начинается ритуал. Мужчина возвращается в ту самую комнату, из которой исчезли, но только Нейт оказывается в теле девушки, которую готовили для Укабона. Обезумевшие сектанты вонзают нож в девушку и наносят удар Трою, но он успевает доползти до книги и вписать в нее кровью имя Мейбл. А это конец. Зло, или как правильно ВХС, с каждой новой частью, увы, становится все хуже и хуже. Это я про истории. Ну и про сам фильм, конечно. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, поставить большой палец вверх. И, конечно, пишите комментарии. Смотрите ужасные и интересные фильмы, а не фильмы. И интересные фильмы, а не это, вместе с АМФ Филмс. Пока-пока.